МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. Нарушение как норма? Что депутаты Чебоксарского городского собрания увидели на городских стройках? Танцы со звездой. Чему чебоксарцы смогли поучиться у известного земляка? Все лучшее детям. Чем закончилось обсуждение проектов будущих чебоксарских школ на градосовете? В Севастополе, где сейчас находится с рабочим визитом глава Чувашии Михаил Игнатьев, состоялась презентация социально-экономического потенциала нашей республики. Михаил Игнатьев поприветствовал севастопольцев от имени братского народа Чувашии и проинформировал участников встречи о различных направлениях развития республики. Руководители регионов выразили надежду на укрепление и развитие культурных связей. Весь прошлый год в столице Чувашии активно строили детские сады. А на очередном градостроительном совете речь шла о школах. Строили, строили и, наконец, построили. Около года назад в микрорайоне на Голодково сдали детский сад. Теперь очередь за школой. Прошлым летом Управление архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар объявило аукцион на разработку проекта. Накануне на градостроительном совете рассмотрели проект, представленный фирмой-победителем. Задачу перед проектировщиками поставили амбициозную. Это должна быть большая школа на 1100 учащихся со всеми условиями для занятия спортом и возможностью обучения детей с ограниченными возможностями. В физкультурно-оздоровительном блоке у нас имеется два спортивных зала. Это 18 на 30 и 12 на 24. Имеется также бассейн. Размеры бассейна у нас 25 на 10 метров. Наполняемость классов 25 человек. Режим работы школы односменной с продленкой. Проект молодые архитекторы фирмы представляли, ссылаясь на действующие строительные нормы. Однако у Аксакалов отрасли он вызвал немало вопросов. От расположения корпусов и парковок для автомобилей до путей эвакуации учащихся. Сегодня уже факт. Большинство родителей детей привозят на автомобилях. Где будет это парковаться масса машин на 1100 школьников? К сожалению, это вопрос территории. К территории вообще много вопросов. Во-первых, для такого масштабного сооружения выделенный участок земли по улице строителей между жилыми домами и оврагом Лакреевского леса, мягко говоря, маловат, отметили собравшиеся. С этим вопросом специалисты будут, вероятно, обращаться к руководству города. Очень сложное место и по рельефу, и по ситуации земельного участка. Это же очень сложная конфигурация земельного участка. При этом ставят задачу втиснуть это на эти пределы максимум возможного. Но это напоминает мультик, когда из одной шкуры шьет несколько, там, 10 шапок, да? Можем шить 10 шапок, ничего страшного. Но это будут никому не нужны шапки. Выход из положения, наверное, администрация все осмыслила, как это можно будет организовать. Но, на мой взгляд, без принципиальных проработок, эскизных, и быть 100% уверенности в стане правильного комитета, вообще не надо было начинать. Иными словами, проект предстоит доработать. Еще одна важная тема совета – реконструкция и строительство пристроек к зданию Чебоксарского музыкального училища. Осенью 2013 года Минкультура Чуваши объявила аукцион на разработку проекта. В пристрое планируют разместить национальную школу-интернат для одаренных детей имени Лебедева. Однако и этот проект возвращен на доработку. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Разрешение выдали на одно, а вот построили совершенно другое. Такая ситуация на чебоксарских стройках, увы, не редкость. На нескольких проблемных объектах побывали депутаты городского собрания и представители столичной администрации. Многоэтажный кирпичный дом по улице Байдул практически готов к сдаче. Только вот под окнами у будущих жильцов вместо детской площадки и парковочных мест строится еще один дом. Разрешение на строительство застройщик не получал. Это место по проекту было отведено на благоустройство. В отношении организации не раз оставляли административные протоколы и выписывали штрафы. Однако это не помешало возвести уже шесть этажей. Я более чем уверен, что на этот объект привлекаются средства заемщиков, средства долевиков. Наверняка пока не по договорам долевого участия, а по договорам займа или другим иным договорам. И есть опять же риски получить обманутых дольщиков на данном объекте. По той простой причине, что дом строится без разрешения. И будет ли он достроен в этом варианте, пока неизвестно. У нас создались прецеденты, помните, по Байконуру, когда вот так же брал деньги у долевиков, но только под займы. А потом всех этих заемщиков и долевиков привел к нам и говорили, давайте вводить дом в эксплуатацию. Здесь мы можем абсолютно такую ситуацию получить. Но там, к сожалению, почему-то решение суда было непонятное. Мы выходили администрация о сносе, суд почему-то не принял это решение. И эти же друзья хотят опять этим же путем. Чем выше построить дом, тем больше шансов, что суд не назначит снос дома, к примеру. Я за то, чтобы создать в городе прецедент. Похожая ситуация на позиции номер 14 по улице Чапаева. Здесь тоже без разрешения администрации города началось строительство. По замыслу застройщика между двумя практически готовыми домами должна вырасти так называемая вставочная секция. Фундамент уже готов. Но никто не задумывается, что увеличение количества квартир приведет к нарушению нормативов по парковочным местам, детским площадкам и зеленению. Строители народ предприимчивые. Любую свободную земельную территорию стараются использовать в рамках основной деятельности своего устава, извлечения прибыли. Поэтому все свободные места, связанные с земельными территориями, в первую очередь хотят использовать под застройку зданий, под застройку домов. Для того, чтобы, конечно, на этом заработать, вместо того, чтобы эту территорию застроить, благоустроить под детскую площадку, под парковку и так далее и тому подобное. Поэтому здесь ряд моментов связанных с несогласованием этого строительства. В любом случае комиссия доведет до администрации и, наверное, примем меры для того, чтобы приостановить это. Мы так считаем, что незаконное строительство. К сожалению, в строительном комплексе города Чебоксара возникла парадоксальная ситуация, когда строители начинают строить самовольно, несмотря ни на разрешение городских властей. Используют часто, как щитом пользуются горожанами, чтобы и жители тоже нас понимали, и нашу позицию, что мы заботимся о будущем их. Потому что вроде бы они 7 минуты хотят здесь жить, а потом прибегают к нам с проблемами, а где же парковка, где мы с коляской должны погулять. Вот извечная борьба. На улице Маршака проблема также в уплотнительной застройке. Между домами должен появиться магазин. Казалось бы, жители должны быть довольны. Сбегать за хлебом можно будет буквально за 2 минуты. Однако в адрес собрания депутатов пошли жалобы. Я вот уже знаю много экспертиз. Но вот что за торцевая стена и окна людей вот здесь, 5 метров, допустим, здесь слишком близко. Моя позиция вообще... На две стороны. Ну и что? Вы хотите, чтобы перед вашим окном вот так 5 метров? С нарушениями закона будет разбираться суд. Депутаты намерены фиксировать каждый случай. Где в республике жить хорошо? Ответ на этот вопрос накануне дали результаты конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт». За звание называться «Самым благоустроенным» в этом году боролись населенные пункты 13 районов и один городской округ республики. Выбирали победители по четырем категориям в зависимости от количества жителей. Учитывался ряд показателей от состояния дорог до экологии работы служб ЖКХ. В итоге победителям в категории до 100 тысяч человек стали вурнары. Второе и третье место поделили урмары и шумерля. Несмотря на проблемы в отопительном сезоне у последней. В других категориях среди победителей Кугейская, Аликовская, Синьял, Покровская, сельские поселения. Отрадно признавать, что в этом году у нас больше участников, чем в прошлом году. В прошлом году было 13 участников, в этом году 20. И это показывает то, что популярность данного мероприятия все-таки возрастает. Поселения и городские округа все-таки начинают больше внимания уделять вопросам благоустройства и социального развития своих территорий. Еще очень большой плюс в том, что призовой фонд данного конкурса составляет 1 миллион рублей, что является довольно существенным подспорьем в работе наших муниципалитетов. Послесловие к годовым отчетам. Большинстве городов и районов подвели итоги социально-экономического развития муниципалитетов. В каждом свои достижения и свои точки роста. По прошлому году мы можем ответить, что собственные доходы город увеличили на 4%. А в целом бюджет города улучшится более чем на 20%. В основном, конечно, это связано, мы увеличили безвозмездные поступления из федерального бюджета. То есть городу было оказано больше поддержки, чем в 2013 год. Но это связано с тем, что город реализует очень много социальных проектов. И, соответственно, мы обеспечиваем их финансирование из республиканского бюджета. Ну, само по себе, наверное, этот фактор тоже говорит о динамичном развитии города. Но здесь еще нужно необходимо ответить, что у нас много еще резервов, над чем мы должны работать. Это дополнительные наши резервы по увеличению собственных доходов местного бюджета. Это конкретно, в частности, мы сегодня говорим о городе Чебоксары. Это и использование, более эффективное использование и муниципального имущества, муниципальных земельных ресурсов. Да, по прошлому году мы имеем хорошие результаты по увеличению неналоговых доходов в части использования именно муниципального имущества и земельных ресурсов города. Ну, как я уже говорила, здесь имеются еще ресурсы, над тем мы должны проработать. Ну, и имеется по налоговым доходам тоже много над чем нужно поработать. В перспективе, естественно, грандиозная задача. Ждем, когда появится завод Чегаз. Если газ появится, значит, вся уже инфраструктура новая будет появляться. Это и дома, и новые базы отдыха. То есть, если мы считаем завод Чегаз – это рекреационные зоны, то, естественно, развивать ее в этом направлении. Если близлежащие промежутки времени, то сегодня основная задача – это переселение из ветхого и аварийного жилья. Сегодня уже запланировано порядка пяти малоэтажных домов в радиусе, как говорится, 2-3 этажа, 5 домов. Я думаю, это большой клалчок уже для будущего. То есть, жители Заволжи, чтобы не переезжали у нас в город, а оставались там же, в Заволжи. Им нет 18-ти, но они уже задумываются о будущей пенсии. В школах и техникумах республики прошли открытые уроки пенсионной грамотности. По сословиям, к урокам стали творческие конкурсы, которые состоялись во всех городах и районах Чувашии. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарском художественном училище и узнала, в какую форму юные художники воплотили полученные знания. Зарплата в конверте – старость без пенсии. Думай о пенсии с молоду. Выше зарплата – больше пенсия. Призывы, которыми пестрят плакаты, заставляют задуматься о будущем всерьез. Юные художники уже сейчас понимают, чем опасна серая зарплата. Зачастую, когда молодой специалист начинает искать работу, он как раз сталкивается с тем, что многие предложения от работодателей с неофициальной зарплатой могут быть более выгодными. Но чтобы не остаться у разбитого корыта в конце, мы за официальным пенсием, за официальное трудоустройство. Работа над творческими проектами длилась более четырех месяцев. 50 участников и 12 победителей. Плакаты вполне могут стать наглядным пособием для работников пенсионного фонда. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. Весь танцевальный мир взорвал проект танца на одном из федеральных каналов. В нем участвовали лучшие танцоры страны. На днях в столицу Чувашии приехал, пожалуй, самый эпатажный участник проекта «Наждый мляк» Александр Волков, чтобы провести в Чебоксарах пару своих мастер-классов. Фьюжн. Что это и с чем его едят? Этим вопросом задаются многие, кто не имеет отношения к миру танца. Кстати, и для многих профессиональных танцоров это направление в новинку. Все потому, что стиль фьюжн появился относительно недавно. Эту альтернативную современную хореографию придумал Александр Волков. И именно этому направлению Александр обучает чебоксарцев на своих мастер-классах. У нас в танцах очень мало на самом деле техник, которые могут... У них нет. Просто техник, которые могут показать, например, какие-то негативные образы. То есть брутальные, готические. То есть этой техники просто нет. То есть в лучшем случае, если мы танцы, понимаешь, это как краски. Когда мы используем не тот стиль, не ту технику для того, чтобы изобразить образ, получается ощущение такое, знаешь, ну не верю, что вот как смотришь, ну не верю, не то. Это все равно, что я не знаю, с помощью балетной техники пытаться изобразить демона. Это будет в лучшем случае, знаешь, такой, я злой, я злой, я злой коршун с таким носом, с накрашенными глазками. На детском утреннике в канат. Но если ты приходит взрослый человек, это смотрится как комедия. Национальное телевидение Чувашии тоже попробовало освоить направление фьюжн. Подробнее об этом смотрите в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Юлия Важенина, Николай Яковлев, «Республика». Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова